Что Армения и Россия не имеют никакой общности ни в целях политических в нашем регионе, ни в интересах, ни, скажем, ну, не приведи Господь в ценностях, да, потому что в России все, что называется ценностью, для нас это статья Уголовного кодекса. Но, стало быть, Армения должна обеспечить юридическое оформление такого положения вещей. Сейчас как раз время просто перевернуть весь этот гнилой стол Москве в морду и обслуживать собственный интерес. Потому что Москва сейчас добивается от нас коридора для обеспечения его контроля со стороны ФСБ. Причем на тех же условиях, на которых Гитлер требовал такой же коридор, Данцигский, у Польши в 39-м году. И, собственно, невыполнение Польши этого ультиматума формально послужило поводом для вторжения в Польшу гитлеровской армии, опять-таки, при попустительстве России. Теперь, официально Ерева, как и армянское общество, дали понять Москве, что вы получите не коридор, а хрен наворотник, чтобы там не делать. Мы должны понимать, что в настоящее время Москва использует Азербайджан и азербайджанский фактор как таковый, как тупой тяжелый предмет для того, чтобы бить нас по голове. И при этом нам впаривать свою якобы другую. Это враждебная политика. Это политика, направленная на подрыв нашей национальной безопасности, нашей территориальной целостности. Это продолжение гибридной войны против Армении, которую Москва годами ведет, даже и вела, даже против режима Сержа Сарксян. Потому что даже Сержа Сарксян, который в своих внешнеполитических решениях основывался зачастую на коррупционной логике, даже он понимал, что это слишком. Это через счет. Вот что мы имеем на данный момент на поверхности. Это если вкратце. Я напомню, что сегодня новый госминистр Арцаха Рубен Вартанян давал интервью телеканалу Дождь. И я смотрел это интервью, честно говоря, я был удивлен, не побоюсь произнести это слово, цинизмом Рубена Вартаняна, который говорил про то, что нельзя обвинять миротворцев, они делают все, что возможно, у них мало людей, они не способны. Рубен Вартанян дословно сказал, что они не могут обеспечить безопасность сельскохозяйственных работ, потому что у них мало миротворцев. Они не могут решить многие вопросы. Возникает вопрос, а что тогда делают вообще миротворцы в Карабайке, если они ничего не могут обеспечить? Это раз. Если их не хватает, то действительно ли это правда, что в последний год Россия часть миротворцев вывела и отправила в Украину? И если Россия позволяет себе часть миротворцев вытащить из овцах и отправить в Украину, значит она плевать хотела на безопасность и сельскохозяйственных работ, и лочистов коридора. И прежде чем вы ответите, хочу напомнить, что более 50 часов прошло, как заблокирован лочистский коридор. Я в самом эфире утром сказал, что миротворцам необходимо было первые полчаса, первые 30 минут, чтобы высвободить эту дорогу. То есть для чего вообще нужен миротворец, который защищает лочистский коридор, то есть обеспечивает безопасную связь между Арменией и Арцахом? Для того, чтобы эта дорога работала бесперебойно. Нет никаких сомнений, что миротворец тогда там не нужен, разум ничего не может обеспечить. Вот что вы думаете об этом бесхребетном заявлении, циничном заявлении, по моему мнению, возможно субъективному, Рубена Варканяна? Есть хороший анекдот. Когда клиент идет к своему старому парикмахеру, и парикмахер говорит, можно сегодня пусть тебя пострижет мой ученик, да, ты все-таки мой старый клиент, он тоже пусть научится, я его так хорошо учу, там все такое, пусть тебя побреет, а потом пострижет. Говорит, давай. Подходит этот ученик с дрожащими руками, с острой бритвой в руке, так первое прикосновение к лицу и кровь. И тут следует пощечина от мастера. Говорит, в общем, ты такой бестолковый, там осторожнее, там все такое. Говорит, хорошо. Еще одно прикосновение, еще кровь, снова пощечина. Так, в общем, с грехом пополам он, получив штук 10 пощечин, добривает его, теперь начинает стричь. И первое прикосновение ножницы к волосам и отрезает левое ухо, как у Ван Гога. Ухо падает вниз, и вот этот клиент нагинается, поднимает это ухо и говорит, быстрее ухо положи себе в карман, пока мастер не увидел, а то тебя убьет, да? Понял, да? Да. Рубен Варданян поступает аналогичным образом. Лишившись ухо, ничего лучшего не находит, как свое же отрезанное ухо припрятать, чтобы мастер, так сказать, не въехал в лицо тому, кто его лишил этого уха. Вот ситуация примерно такая. Это, конечно, оксюморон, если не сказать позор, если не сказать очень-очень вредный сигнал неадекватной создавшейся ситуации, потому что что означает российские миротворцы не могут, что означает не получается и прочие такие глаголы. Это означает, что они там чучело огородные, да, всего лишь. Но более того, это их немощь такая является провоцирующей, даже если считать, что все честно, да, не могут люди, ну теперь, ну что потребуешь? Теперь вот эта немощь является провоцирующей. Если это реально немощь, то нужно сказать, ребята, вы не умеете, у вас не получаете, силенок не хватает, ну или мозгов, или еще чего-то. Тогда нужно вас разбавить иными факторами, которые, а, могут, б, хотят. А в реальности, учитывая еще всю ту мерзость, которую тиражирует российская пропаганда, то здесь есть еще и конкретный враждебный умисел с российской стороны. И вопрос нужно ставить ребром. Они включат дурочку. Понимаешь? Хочешь вопрос? Это повторное заявление, которое цитировали все средства массовой информации, что миротворцы не имеют права применять силу А, и миротворцы не имеют права открывать огонь. Можно узнать, в случае, если кто-то нападет на какой-либо населенный пункт в Арцахе, на женщину, на мужчину, на кого-то, если миротворец не имеет права применять силу, зачем тогда он находится? Вот вы можете как-то объяснить такие бесхозненные заявления официальных уже бывших лиц Арцаха? Я задам вторичный вопрос. Если мы пойдем работать вместе где-то сторожем в каком-то учреждении, мы ничего не будем делать. Туда будут лазить какие-то уроды постоянно. Крась все, что хочешь. Там еще и людей похищать или убивать. Или закрывать вход. И мы с тобой начнем объяснять, что мы не имеем права пресекать граждан.